У жителя Венгеровского района Владимира Алексеева проблемы с печенью появились еще несколько лет назад. Но до поры до времени значение этому мужчина не придавал. Однако недавно состояние резко ухудшилось. Началась у меня желтуха. Начали прокалывать, прокололи, лучше нет. Ну поехал я вчера на УЗИ, посмотрели, сказали, у вас сильное поражение печени уже практически непонятно. Поехал я потом в НИТО, сын меня вызвал. Ну и там прошел вот этот КТ, там показалось, что у меня большая опухоль. Хирурги областной больницы, в которую в результате и доставили Владимира, обнаружили, что у пациента большая часть печени поражена паразитами. Вот наш пациент имел вот такое поражение этой печени. То есть паразитарное образование занимало 6 из 8 сегментов печени, прорастало вот эту нижнюю полую вену, магистральную, такую очень крупную вену, которая проходит за печенью. Ее ретропеченочный сегмент, так называемый, прорастала. Правая ветвь воротной вены и две из трех печеночных вен полностью. И краешком прорастало краевое, такое краевое вырастание было в левую печеночную вену. Первоначально хирурги планировали сделать Владимиру Николаевичу пересадку жизненно важного органа. Но после предварительных исследований отважились на операцию, которую за Уралом еще никто не проводил. Мало того, в мире таких насчитывается чуть больше десятка. Печень решили сохранить, вырезав пораженную область, законсервировав сам орган и перекрыв приток крови. Печень была консервирована. Для этого используются специальные растворы, охлажденные до 4 градусов, которые мы используем при трансплантации, когда орган из организма донора перемещается в организм рецепиента. То же самое было выполнено здесь, только это было выполнено в брюшной полости без удаления печени. Затем была выполнена резекция вот этой вот обескровленной печени, консервированной. Операция длилась 18 часов. После были небольшие осложнения, но в итоге сегодня пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Уникальная, необычная операция, да, мне это сказали. И я очень-очень благодарен этому коллективу, которые очень слажены, работают все очень слаженно, начиная от медперсонала и заканчивая всеми. Сейчас, конечно, я себя чувствую уже после реанимации, я долго пролежал. И после реанимации сейчас уже совсем, конечно, другое после операции. Чувствую себя. Ну, конечно, еще слабость, ну как она, не она будет, но уже жить охотой. Мы получили отличный опыт, говорят хирурги облбольницы. И в будущем сможем бороться с такими заболеваниями печени, не прибегая к трансплантации и не дожидаясь донорских органов.